В Гомеле прошел региональный отбор на республиканский фестиваль конкурса «Млин моды-2019». Дизайнеры из Гомельской области представили 14 коллекций одежды. С творчостью модельеров и опущенными тенденциями ознайомилась Ганна Коральчук. Асимметричный кровь, свободные силуэты и яркий принт в региональном туре под названием «Увособление» принимают отдел 14 модельеров. Это педагоги, представители сферы обслуживания и мастаки-дизайнеры, которые прошли отбор на эскизном туре. Для полфинала яны увособили свои модели в житё. Кожный дизайнер подрихтовал от 5 до 10 образов с цикавым сполучением тканин и оригинальной коляровой гаммой. Коллекции поделили на три взрослые группы – дети, тинейджеры и дорослые. Меркучи по выниках минулых годов, Гомель, займая лидирующие позиции, переважно в детячей моде. Идея коллекции – это сказочные существа, эльфы или феи. Но мы добавили немножко креатива в ходе пошивоколлекции. И поэтому получилось и спортивно, и креативно, и волшебно. Лёгкая, нежная, воздушная, потому что это сказка, то есть это какие-то волшебные сны. То есть это дети маленькие, поэтому я думаю, что для их возраста это приемлемая коллекция. Вселетний фестиваль проходит под девизом «Сердечно запрошаемую Беларусь, краину спорту и креативу». Тому отделникам рекомендовали заработать акцент на спортивную и фольклорную тематику. И с оправдой, эти стили переважаются в коллекциях на ровне с романтичными и девочными образами. Многие дизайнеры штурмуют модный олимп не в первый раз. Например, Сергей Курохтин принимает отдел фестиваля на протяжении 11-ти годов. Призовых мест в финале на его рахунку по кульням. Али молодого человека зауважили и запросили на стажировку у Дом моды Николая Морозова. Все лето Сергей Курохтин у першиню подрихтовал мужчинскую коллекцию для подлетков. Идеи у меня в этой коллекции много, начиная от фильмов. Там было два принта по мотивам фильмов, плюс уличная мода. Смотрю, наблюдаю за нашей молодежью, плюс интернет, гугл в помощи. В общем, все подряд у меня смешалось в моей коллекции. Я сам велосипедист, езжу в маске. Вот мне эта идея очень понравилась. Я ее здесь воплотил. За 28 годов основания «Млын моды» стал творчей майстерней по обмене в опытом помеж молодыми и знакомитыми дизайнерами. Переможцы смогут показать свои коллекции в европейских школах моды, пройти стажировки и наладить профессионные сносины. Тому жюри имкнется не обмежевывать конкурсантов у фантазии и дать шанс кожному заявить про себя. Важно то, чтобы это было что-то новое. Новое для молодежной модной индустрии. Модная в каких-то источниках инспирации. То есть это должна быть одежда абсолютно не такая, как носимая, которую мы уже видели, допустим, на улицах Гомеля, Бреста, Витебска и так далее. Хотелось бы видеть вот такой какой-то креатив, который мы найдем потом завтра уже и внедрим в производство. После показов жюри обрала 12 коллекций одзений, которые 15 мая представят нашу в область в Минске. Кроме того, каждый дизайнер отримал консультации от экспертов подопрацовцем модели перед республиканским финалом. Ганна Корольчук, Игорь Марысченко, Отель, радиокомпания «Гомель».